Я хочу передать слово Марату Вазиховичу Латфудину. Он является экспертом по национальному образованию, старшим научным сотрудником Центра истории и теории национального образования, Института истории Татарстана. В общем, я хочу сказать, что этот законопроект – это только вершина Айсбюрга. Уже де-факто все эти положения в школах действуют. Они действуют предписаниями прокуратуры. Они уже реализованы по всей России. И поэтому этот закон только подводит законодательную основу под предписание прокуратуры. И предписания прокуратуры тоже возникли не случайно. И потом дело касается не только преподавания родных языков в государственных республиках, касается вообще национального образования, преподавания предметов на родном языке. Я хочу сказать, в общем-то, родные языки добровольно преподавали в СССР. И в это время в Татарстане татарский язык сохранился. Он сохранился из-за татарских школ. Были школы преподавания предметов на родном языке. Это основа образования. Потому что преподаванием родного языка только, в общем-то, можно как-то знакомить население с грамматикой родного языка. Но родным языком эти люди все равно без преподавания предметов овладеть полноценно, применять в жизни не смогут. Потому что жизнь состоит не только «я тебя люблю», еще там надо что-то уметь. Знать физику, химию, биологию и другие предметы. И на родном языке. Без этого жить не может язык. Я вам пример приведу. У меня младший сын работает в Германии. Он учился там. Приезжают из России студенты, которые прекрасно владеют английским языком. Но учиться не могут. Потому что они предметы на английском языке не изучали. И применять его в жизни не могут. Чтобы быть специалистом, надо знать терминологию на родном языке предметы. Чтобы их применять в жизни. Для разговора с женой, конечно, на самые примитивные темы можно применить родной язык без предметов. Но если вы в жизни начнете применять родной язык, вам придется знать предметы на родном языке. Так вот сейчас ситуация абсолютно иная. Есть предписание Рособорнадзора, которое говорит, что все учебники на татарском языке должны быть внесены в федеральный список. Потому что сейчас в школах можно применять учебники только из федерального списка. А все учебники на языках родной языке, они переведенные. На русском языке они в федеральном списке висят. Республики выкупают авторские права, их переводят. Вот теперь надзор требует их опять внести в список. Ладно, это объявили в 2017 году, а для этого нужно время и деньги. Внесение одной линейки учебников стоит 700 тысяч. Экспертиза Академии наук надо заплатить. Они год делают экспертизу. После этого год министерство развирает. Только на третий год они вносятся в список. А уже прокуратура требует, чтобы эти учебники изъяли из школ немедленно. Сейчас школы с татарским языком обучения не имеют учебников. И все школы на национальных языках учебников не имеют, так как прокуратура их запретила. Безо всякого закона, без ничего. Вот такими нормативными вещами. И это делается по всем направлениям и ценно-правильным. Уже 4 года не готовятся преподаватели для школ, владеющих родным языком. Даже в Казани. Это означает, что национальных школ безо всяких законов через 15 лет просто не будет. Там некому будет преподавать. И естественно, оно пойдет автоматом. Даже в детских садиках не будут воспитателей. Если нет школы на родном языке, нельзя подготовить специалисты для детских садиков. Детские садики будут работать на русском языке. В регионах Российской Федерации, кроме Татарстана, это уже реализовано. Есть регионы Российской Федерации, где 100% татары живут. Это Перемские области, три района. И там все детские садики работают исключительно на русском. Потому что лет 20 тому назад все педучилища были с родным языком закрыты. И теперь в этой деревне, я там бываю, это районный центр у них Барда, все молодежь на улице говорят исключительно на русском. И родной язык туда входит один час с факультативным предметом. В этих 100% татарских районах. В республике Татарстан таких районов нет. 100% отмонагра. А в Томническом? А в Томническом тоже нет. Там где-то сколько? 85%. Кукмарский очень сильный район. Кукмарский район? Да там татары вообще 50% только. Но они все говорят русский, морейский. Вот таким образом. Вот эти сильные районы, они были на системе образования Татарстана. У них силы держат. Теперь, давайте товарищи об этом не спорят. Я просто хочу сказать то, что было и что будет, что реализуется в Российской Федерации. Поэтому этот закон, он уже реализован в школах образования. Сейчас этот закон просто хотят осветить вот это предписание прокуратуры. Узаконить вот эти действия прокуратуры, этим законом. И поэтому, в общем-то, можно и без этого закона. Потому что в Федеральные образовательные стандарты уже внесли соответствующие изменения. Вы можете зайти в сайт и посмотреть, висит уже в Федеральные образовательные стандарты для национального образования, для начальных школ. Там уже родные языки в обязательной части. И к родным языкам относятся и русский язык. Больше ничего не надо. И государственные языки и республик отнесены к факультативным занятиям, к федеральным образовательным стандартам. Из-за всяких законов, в рамках действующего закона, можно этот закон не применять, уже все в федеральных стандартах есть. Федеральный стандарт, а школы обязаны выполнять федеральные образовательные стандарты. Кроме того, в подмена понятия есть самые главные. Родной язык, государственный язык. Они друг от друга ничем не отличаются для изучения. У них правила от них те же, у них методики изучения от них той же. Государственный язык означает, что этот язык должны знать все на этой территории. И поэтому его надо преподавать всем. Только это. И поэтому внесение в предметную область родные языки, русского языка как родного, это, в общем-то, фарисейство. Потому что нет другого русского языка, он один, хоть и статус иметь государственный, назови его родным, он один и тот же. И он уже в обязательном порядке преподается. Просто его внесение в число родных языков, нерусских языков, этот предметную область была родными языками названа, имея в виду нерусские языки. Так их назвали. Просто. Внести возможность выбора этого языка, русского языка, позволяет неравных условий. Условия неравные. Родные языки, они не являются компетенцией образовательной, по ним экзаменов нет итоговой аттестации, без них аттестаты выдаются, никуда они на зачет не идут. А результаты по русскому языку ЕГЭ учитываются конкурсными баллами по любому предмету, по любому. Хоть вы математиками станете, юристом, хоть физиком, хоть химиком, хоть учителем татарского языка, у вас конкурсный балл по русскому языку и литературой будут превалирующими. В этих условиях ни один здравомышленный человек для своего ребенка не выберет родной язык, потому что это уж иметь преподавание русского языка. Представляете, в классе половина класса изучает русский язык 9 часов в неделю, а половина класса 6 часов в неделю. Как преподавать таким ребятам русский язык? Естественно, те, которые изучают его 6 часов, они уйдут вперед. А это в течение 11 лет набирается тысяча часов для подготовки ЕГЭ. Ведь люди считать умеют. При всех ваших призывах горячих к родному языку, они этим родным языком срежут себе будущее своему ребенку. Он не конкурентный станет. Поэтому свободный выбор языка возможен только в равных свободных условиях. А равные условия могут быть только тогда, когда по родным языкам тоже будут ЕГЭ, и точно так же баллы по родным языкам будут учитываться. А естественно, для русских их родной язык уже изучается со всеми народами обязательно и наибольшее количество часов. Поэтому никаких не может быть понятий. Второй вопрос подмена понятия – это выбор родного языка. Это вообще носимся. Язык родной по определению, по конституции, по международным нормам – это язык народа. Это не язык деда, это не язык матери, это не твой любимый язык или язык, который ты знаешь. Это язык твоего народа. И все международные нормы предполагают, что родной язык является главной образовательной компетенцией. Без знания этого языка документ об образовании не выдается. Вы любую страну посмотрите, везде родной язык. И по всем нормам, и даже федеральные образовательные стандарты, они которые построены на основе образовательных компетенций, в этих образовательных компетенциях международных, главной образовательной компетенцией считается родной язык. Поэтому весь этот проект законодательства, и все эти принципы, которые применяются, они лживые, построены на подменных понятиях, и не надо им поддаваться. Законом количество часов не ограничивается. Количество часов определяется самой школой, потому что школа принимает программу образования. В законе написано, что должны быть учебные программы, составленные на основе федеральных образовательных стандартов, а федеральные образовательные стандарты – это требования к компетенциям ученика. Там никаких количеств часов нет, там никаких методик нет, там не написано, что должен изучать ребенок. Просто дальше уже сама школа определяет количество часов. Все, спасибо. Спасибо. Вопросы? Какие будут вопросы? А вот у меня вопрос, вы все время говорите, что выбор родного языка анонсен, что родной язык – это язык твоего народа, да? Вроде как в российской практике постоянно ссылаются на то, что как определить, к какому народу ты относишься. В случае, например, если это семья смешанная, например, есть Чуваш и Марийка, и вот их ребенку на какой родной язык? У них два родных языка. Танюша, смешивай их? Да, у них два родных этапа. А по российским текущим понятиям они должны… По текущим понятиям человек может знать, знаете, количество языков, сколько может знать человек, никто не знает. Ну, по крайней мере, практика Европы говорит, что три языка совершенно спокойно можно знать. Это норма. Это норма. Нет, я имею в виду, что сейчас он же не может в качестве родных оба указать, чтобы оба изучать. Почему? А почему? Почему нет? Он, потому что то ограничил. У меня дети во всех CV пишут два родных языка. Ну, CV – другое дело. Все-таки имею в виду, что… Они как определяют? Как технически реализовать? До этого реализовывали, все было нормально. Но, кроме того, тут есть один серьезный момент, что изучение родного языка должно быть обязательно. Как он выберет это его дело? Ну, он должен быть обязательно, и туда русский язык не должен быть включен, потому что он уже есть, этот предмет. Нет отдельного государственного языка Российской Федерации, нет такой предметной области. Откроется фронт, там четко ясно написано, что русский язык, он не написано, что он государственный язык Российской Федерации. Предметная область просто? Такой предметной области нет. Он уже родной для русских. А для нас он государственный, поэтому и учим, мы обязаны. Я думаю, что, знаете, сказывается такое наложение, в переписи населения есть же пункт о том, какой язык вы считаете своим родным языком, да? Это неверно, абсолютно. Он может не соответствовать и национальности. Ну, он, да, может не соответствовать и национальности, там, в финно-угорских республиках очень многие указывают русский язык. Ну, вы знаете, кто составляет переписи, это уважаемый Тишко, вы его документы читали. Он считает, что главной слабостью Россия это его многонациональный народ. Да, это не мои слова, у него есть такой труд, пожалуйста. Это его точка зрения, он не может это отрицать. Он считает, что слабый. Россия еще не доразвитая страна, потому что он многонациональный народ. И он должен изживать свой недостаток. Потому что у нас Конституция в первом состоянии... Да, он прямо опровергает Конституцию своими научными... То есть можно сказать, что есть некоторые фундаментальные понятия вот такого характера, да, которые используются в образовании, там, в переписях населения, которые носят намеренно ассимилиционисты. И антиконституционные. Антиконституционные еще. Плюс, конечно, на практике везде они применяются. И они построены на подмене понятий. На подмене понятий. Кстати, это очень много. Это не только в области языков. И в экономике их полно, и в республиенции полно. Вот вам подвергить, что наши понятия называют отнимищи, а оно в мировой практике означает совершенно другие вещи. А мы бы сказали, что прокурор применяет вот эти свои заключения. А в чем она нашла там несоответствие? Вопрос, я не понял. Сейчас руководствуется прокурорскими там постановлениями. А в чем там было несоответствие? Постановите просто хронологию, что делала прокуратура, какие она проводила проверки, на причине всего. В октябре месяце 17-го года начались прокурорские проверки в школах Российской Федерации. Они просто своими предписаниями, директорам школ, обязывали их, собирали родители собрания, прокурор собирал, и заставлял подписывать, они какой язык выбирают в качестве родного, и хотят ли они изучать государственный язык республики. Все. И вот это они реализовали. Ни один директор школы предписания прокуратуры в суд не подал. Никто учителей татарского языка не уволил, потому что было указание президента всех оставить на работе, все остались на работе. У них просто нагрузку сняли с 27 часов до 12 часов и оставили. Эти учителя татарского языка тут же в суд не подали, потому что в тени учебного года никто не может изменять нагрузку учителя. Они согласились, потому что они думали, что их оставят на работу до конца, но нет, потому что учитель меньше 18 часов работать не может, их увольняют сейчас. И Шмаков тоже сейчас их уволит. Он так и говорил, я до конца учебного года дождусь. А еще такой вопрос, это сказание, сообщая, что более 1200 учителей уже были направлено переподготовлены. Ну, может, сколько нужно их восстановить тогда? Сколько времени понадобится, чтобы это количество инстрирует? Сколько времени их поступало? Ну, посчитайте, потому что набирается где-то две группы в год. Это 50 человек в год выпускается. Вот 1200 поделите на 50 и сразу увидите, сколько лет надо восстанавливать. Непрерывно. Да, непрерывно. И, кроме того, еще работающих надо восстанавливать, потому что, товарищи, чтобы учителя были, ежегодно 5% из существующего количества учителей новых надо готовить. Потому что они декретные отпуска бывают, они болеют, они умирают, они выходят на пенсию, и все это восстанавливать надо. И школа, это прежде всего учитель, их непрерывно готовят. Поэтому я вам говорю, что национальному образованию осталось времени лет 15. 4,8% всего получается количества. Да. Еще вопросы есть? Вот, передавайте, Ахан Джималь. И вот я вспоминаю, вот у меня есть видео, вот, когда его отец вот так прозорливо сказал. Вот он предсказал все эти события, он за 2 года, наверное, был. Вот он говорил, что идет передел собственности, элементарно. Понимаете? И постепенно, значит, сгибаются национальные различия. Никому они не нужны. Национальная буржуазия не нужна, а национальное богатство не нужно. Все нужно сделать в интересах бизнеса. Понимаете? Это уже у нас произошло в Башкирии, в Якутии дела начались, в Дагестане. Буржуазия нет, ни национальности, ни национальности. Да, Гейдар Джималь это предсказал.